Летом 2008 года на нефтяной скважине, принадлежавшей компании British Petroleum, произошла крупная авария, ставшая причиной самого большого экологического бедствия в истории Соединенных Штатов Америки. Контроль над ликвидацией последствий катастрофы лично взял на себя президент США Барак Обама, ставший инициатором бойкота продукции British Petroleum на всей территории страны. Полное финансирование всех работ по очистке Мексиканского залива и близлежащих территорий приняла на себя корпорация Apple, за всю историю своего существования ни разу не замеченная в благотворительных порывах. Так что же на самом деле заставило корпорацию, производящую самый продаваемый мобильный телефон в мире, участвовать в ликвидации последствий экологической катастрофы, отказавшись даже от помощи сторонних волонтеров? По данным рейтинговой комиссии США, ежедневно в мире продается более 1 миллиона телефонов корпорации Apple. Эта цифра почти в три раза превышает суммарное количество продаж телефонов всех ее ближайших конкурентов за неделю. Но как удалось компании осилить производство более чем 350 миллионов единиц мобильных телефонов в год, владея при этом всего тремя заводами, мощности которых позволяют выпускать не более 10 миллионов единиц. Перед вами фотографии побережья Мексиканского залива, сделанные корпорацией Apple сразу после катастрофы и быстро разлетевшиеся по мировым информационным агентствам. А теперь взгляните на материалы, сделанные любителями. Чистейший песок, ни капли нефти, лишь миллионы еще не вышедших на тот момент моделей айфонов. Так откуда же на самом деле Apple берет свои телефоны? Впервые догадки о залежах внеземных технологий на дне мирового океана стал выдвигать Жак-Ив Кусто. Он неоднократно описывал в своих дневниках уникальные находки, сделанные во время экспедиции. В июне 1997 года Кусто упоминает об одном устройстве, найденном на дне Мексиканского залива. Оно похоже на помещающийся в ладони телевизор и реагирует на прикосновение пальцев. На экране видны десятки пиктограмм, назначения которых я пока не понимаю. Оно выглядит простым и красивым. Это настоящее совершенство внеземного происхождения. После смерти дневники ученого были проданы с благотворительного аукциона. Новым владельцем уникальных записей стал Стив Джобс, основатель компании Apple. Спустя несколько лет после этих событий корпорация Apple покупает контрольный пакет акций компании British Petroleum, мирового лидера по производству буровых океанических установок. Еще через несколько лет Apple анонсирует выход своего первого мобильного телефона, который мгновенно захватывает мировой рынок. Да и как не захватить рынок, имея в распоряжении залежи, готовые к использованию инопланетной техники, требующей лишь клейма в виде надкусанного яблочка? Трех заводов для такого производства вполне достаточно. И после всего этого, что может быть проще, чем заставить весь мир верить в утечку нефти, прикрыв тем самым настоящую причину работ по очистке Мексиканского залива? Особенно, когда вам на помощь приходит президент США, показательно купающийся в якобы очищенной от нефти воде, тем самым закрывая обсуждение этой темы во всем мире. Но что будет, когда Apple исчерпает месторождение айфонов в Мексиканском заливе? Они пойдут на все, чтобы получить доступ ко второму крупнейшему источнику айфонов на планете, описанному в дневниках «Кусто». И находится это место на территории Каспийского моря. Теперь, когда ты знаешь правду, ты просто обязан помочь своей стране. Отправь письмо со ссылкой на это видео в компанию Apple. Копию письма отправь в администрацию Владимира Путина. В теме письма напиши «Руки прочь от инопланетных достояний России». Реализуй свое право на безопасность своей страны.